Между тем, на Украине начался новый сезон политических обострений. Националисты угрожают свергнуть нынешнее киевское руководство и шантажируют власть, требуя снять обвинения с боевиков батальона «Торнадо». Уголовные дела на них заведены за тяжкие преступления, групповые изнасилования и пытки задержанных. Как долго власть намерена терпеть ультиматумы и давление со стороны радикальных группировок, похоже, в Киеве не знают. И там не знают также, что делать с людьми, у которых Майдан убедил, кто вооружен, тот и прав. Подробностей задержания боевика с позывным «Маджахет» практически нет. Его настоящее имя – Даниил Лишук. Он гражданин Белоруссии и скрывался от следствия два месяца. Задержали его накануне в одном из гостиничных комплексов недалеко от Киева. В сообщении, распространенном военной прокуратурой, говорится, что Лишук похищал жителей Луганской области, участвовал в групповых изнасилованиях и пытках. Более того, задержанный, как убеждают прокуроры, еще и сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Согласно удостоверению, работника милиции сменил славянское имя на Аль-Тагбир Данияр Александрович, представитель батальона милиции специального назначения «Торнадо». Он задержан, доставляется для проведения следственных действий. Известно, что Лишук был заместителем командира милицейского спецбатальона. О чем он вел беседы со своим начальником, прекрасно демонстрирует вот эта запись одного из их разговоров. Журналисты украинского телеканала «Интер» утверждают, что ее подлинность проверена. В свободное время садист Лишук, судя по всему, любил петь специфические песни. Веселый мертвец, пастырь черных овец, собрал он вольный сброд. Наряду с Лишуком обвинения в издевательствах над заложниками предъявлены еще восьми участникам спецбатальона МВД «Торнадо». В июне он был расформирован, однако боевики перекочевали из Луганской области на базу под Киевом. И, по данным местных журналистов, продолжает там находиться и сейчас. Мы хотели спросить по поводу «Торнадо», вы здесь? А вы говорили, что вас расформировали? Ну, и бачите мне что-то. В 2014-м в милицейскую роту «Торнадо» брали даже тех, у кого за плечами несколько судимостей. Помимо них, в зону так называемой АТО желающих ехать было немного. Сейчас, впрочем, ситуация не лучше. Солдаты постоянно жалуются на плохое снабжение. В сюжетах о буднях украинской армии военнослужащие приглашают руководство страны в гости. Посмотреть, как питаются и в каких условиях живут защитники Родины. Сало есть, он вонючий. Сейчас пережарю сало с луком. Кину туда и будет какой-то супчик. Потому что тушенку невозможно кушать. Там она уже не то что воняет, она сильно воняет. Бензином вообще катастрофа. А соляра наполовину у нас БМП стоит, который наполовину всего лишь заправлен. Ну а если надо ехать в боевые действия? Я даже стесняюсь ответить. Командир. Все командирую, все вопросы. Недовольство украинскими руководителями продолжает зреть и в рядах боевиков националистов. На завтра запрещенный в России правый сектор анонсировал акции протеста в Киеве и Одессе. Присоединяться призывают все политические движения. Радикалы, чьими руками был организован Майдан, приведший к власти и нынешнего президента, и правительства, теперь их же призывают свергать. Антиукраинская сволочь проводит системную реставрацию дореволюционных порядков и провоцирует украинский народ на еще одно восстание. Призываю всех граждан Украины, бойцов и активистов национально-освободительного движения правый сектор приготовиться к активным акциям гражданского неповиновения, основной целью которых будет ликвидация режима внутренней оккупации и обретение национальной государственности украинского народа. Поводом для организации митингов стал арест руководителя Одесской ячейки правого сектора Сергея Стерненко и лидера местного автомайдана Евгения Резвушкина. Одного обвиняют в применении физического насилия и похищении местного депутата, другого в хулиганстве и нанесении телесных повреждений сотруднику прокуратуры. Суд арестовал обоих, а минувшей ночью у здания собрался стихийный митинг. Протестующие кричали, били по забору козами и крышками из-под кастрюли. Впрочем, массовыми протестами лидер правого сектора Ярош уже угрожал после бойни в Мукачеве. Однако тогда все закончилось тем, что с десяток радикалов подежурили несколько дней в палатке перед администрацией украинского президента и разошлись. А после визитов в Закарпатье американского посла Паэта скандал между властью и радикалами, что называется, спустили на тормозах. Но, как выясняется, ненадолго. Юлия Ольховская и Максим Семин, Первый канал, Киев.